Всем привет! Сегодня у нас 12 мая и хочу вам немного рассказать о выращивании томатов в неотапливаемой теплице. В общем, это у нас первый такой опыт, можно сказать. В прошлом году было всего 4 кустика, в этом году абсолютно все томаты до одного стояли в теплице. На улице у нас температура опускалась до минус 9 градусов, то есть было очень холодно. Приходилось ставить обогреватель и как бы температура с помощью обогревателя поднималась до 9 градусов, до 10 градусов. Без обогревателя иногда тоже они стояли и температура была градуса 3-4-5, то есть томаты привыкшие к перепадам температур. Днем бывало температура была плюс 35, плюс 38, а вот ночью, соответственно, температура вот так вот кардинально опускалась. Потому что мы живем в Сибири, у нас вот вчера было плюс 20, сегодня у нас плюс 10, ночью, соответственно, будет там плюс 5. Вот такие перепады. Завтра у нас опять плюс 20, даже больше плюс 23. То есть эти томаты, они уже будут к этому привыкшие. И смотрите, все они зелененькие, макушки все-все хорошие. Вот эти листочки нижние, это еще понятно, что это в стадии рассады, они еще стояли на подоконниках, но где-то примерно с какого числа, я уж точно не помню, наверное, с середины апреля они у нас уже были рассажены и стояли уже в теплице. Конечно, первое время, когда можно было занести, как бы когда рассады было немного, можно было заносить. Несколько дней заносили в дом на ночь именно, но потом опять выносили и вот так вот таскались. Потом, соответственно, все это надоело, все просто было укрыто на ночь одеялами теплыми, пледами этими, паласами, укрыл им всем подряд. И томаты ночевали так. Ну, плюс 4 было, плюс 5. И они выжили с ними, ничего плохого не стало. А бывало, соответственно, когда мы ставили обогреватель, когда именно было вообще холодно, мороз просто страшный был. И это было прям, ну, зима натуральная. И снег шел. В общем, такая погода была нехорошая. Но все томаты вышили, все с ними хорошо. Все вот имели лист у них, смотрите, весь ярко, насыщенно, такого зеленого цвета. Никакой нету у них желтизны. Все прекрасно с ними. Они привыкшие, вот как я уже сказал, к перепадам температур, к яркому солнышку. Потому что, как раньше было, вытаскиваем эти томаты с окошек, они все вытянутые. Во-первых, они очень вытянутые. Посмотрите, какие эти томаты. Они не вытянутые. У них все стволики, видите, они... Сейчас они практически, знаете, не растут. Они чуть-чуть совсем растут, а в основном у них идет вот именно наращивание вот этой толщины ствола. Там вот еще есть толще. И ведь эти томаты, это не, как сказать, не низкорослики. Это все практически высокие будут. Такие вот они все толстенькие. По два метра, по полтора метра. Ну, есть, конечно, и те, которые по метру. Но вот, смотрите, они все практически одинаковые по росту. А на окошках вот это, ну, это страшное дело. Они вытягиваются просто со страшной силой. Там тоже печет, солнышко печет. Вот это вообще... И томат получается такой изнеможденный весь. У него лист худой такой, тонкий. Здесь лист, видите, он толстый такой прям. Вот у кого есть такая возможность, конечно, это прям решение всех проблем и напастей. С такой рассадой легко. Ее просто, вот, соответственно, высаживаешь, как пришла хорошая погода. И все. И не надо ни накрывать ее, ни притенять, ничего не надо делать. Она уже готовая. А стой, вот как было, например, в прошлом году. И до этого тоже высадишь. Она болеет. Она приживается 3 часа, там, 3 года. Ее ждешь, пока она оклемается. Некоторые быстро, как бы, трогаются в росту. Кто-то вообще сидит. И вот такая вот, то есть, эта дилемма с этими томатами. Поэтому нет. В этом году абсолютно все. И в целом мы абсолютно всем довольны. Эти пойдут на реализацию у нас томатики, на продажу. А вот эти вот все томаты пойдут себе. В общем, в плюсе будут все и в выгоде. Какие сорта? Сортов очень много. Практически каждого сорта. Наверное, по 2 от кустика или по 3. Ну, это редкость, конечно. Ассоль. Смуглянка. Сержант Пеппер. Юбилейная Тарасенко. Карнабель. Японка. Тропиканка. Какой еще у нас томат? Сейчас все сразу не вспомнишь. Князь Гвидона. Соль. Какие еще? Очень много. Интуиция. Евпатор. Я уже, может, уже некоторые по 2 раза говорю. Уже сам не помню, какие. В общем, очень много, очень-очень-очень. И вишня Юбия. И, соответственно, золотой фейерверк. И... Ой. И какие же еще? Очень много, правда. Я потом, когда буду высаживать уже в теплицу, тогда уже буду конкретно говорить. Ну, и в принципе, на канале были обзоры семян. Поэтому некоторые в прошлом году выращивали. Некоторые в этом году будем. Только первый раз. В общем, такие вот томаты. Кому? У кого есть, в общем, возможность так выращивать. Я думаю, что для вас это будет, несомненно, плюс. Но, конечно, кто в городе живет там или у кого только дача, это тяжело. Конечно, этот способ вам не пригодится. Он только тем, соответственно, у кого есть неотапливаемая теплица. И те, кто, соответственно, где-то живут в частном доме, вот, наверное, да, вот так вот. А, конечно, кто в городе, там уже нет. Это не ваш вариант. Но вот нам он понравился этот вариант. И, может быть, кому-то тоже он будет полезным. Поливать тоже легко. Не по каждой баночке это ходить, прыскать лейкой. Раз, прошелся, все полито. Все прекрасно. Как бы уход очень легкий. Некоторые говорят, ой, почему у вас стоят палки, почему не ставите дуги? Мне вот удобнее палками. Я просто на палки найти накидываю. Потом укрывной. Или же, когда похолодание были, накидывали и пледы, и паласы. В общем, все подряд. И они держат хорошо. А дуги все-таки это вот, ну, как-то они, да не то. Мне не нравится с дугами. В этом году дуги, видите, висят. Не используются. А вот палочки очень удобно. Поэтому смотрите. Может быть, кому-то будет этот способ полезен. В этом году поздняя весна. Поэтому все очень долго растет. Смотрите, какая маленькая капуста. Какие томаты, да? И какая маленькая капуста, например. Даже редиска, она только-только начинает формироваться. Ну, такая уже, в принципе, мы несколько срывали. Но нет такого, чтобы она прям шла валом. Зелень тоже, видите, какая небольшая. Потому что весна очень холодная. Укроп тоже не такой же большой. Кабачки мы здесь посеяли. Так вот. В общем, в земле очень холодно. Потому что прям копнешь землю, и там прям такая холодина. И вот только так вот здесь они стоят. Некоторые еще писали в комментариях, что можно, соответственно, ставить такие деревянные, ну, вот эти вот ящики ставить, да? И на них деревянные доски. И, соответственно, чтобы томаты были повыше от земли. Это тоже можно, как бы, применять на вооружение. Ну, а вот у нас так мы быстренько прибежали, их все расставили, накрыли, и, в принципе, все. Как-то особо не заморачивались с этим. Так вот. Ну, а высаживать уже будем их только, соответственно, наверное, после 20 мая. Не раньше, потому что погода еще путем не восстановилась, не установилась, все. То плюс, то такой большущий 20, то 7, там 6 градусов. Почва не прогревается вообще нисколько. Не хочет прогреваться почва. Поэтому ждем потепления. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Может, кто-то тоже так выращивает или каким вы способом выращиваете. Всем спасибо. Всем добра. И всем пока-пока.